Здравствуйте, уважаемые любители испанского футбола! Начался 23-й тур. Посмотрим все результаты. Так же, как всегда, взглянем на турнирную таблицу. Итак, тур начался 17 февраля. Гранада крупно обыгрывает Бетис 4-1. 18 февраля Атлетика Мадрид на выезде с таким же счетом обыграл Спортинг. Далее у нас чередуются результаты Реал, Эспаньол 2-0, Депортиво на своем поле уступает Алавесу 0-1, Севилья обыгрывает Айбар 2-0, Реал Соседат Вильяреал 0-1, Валенция Атлетика Бильбао 2-0 и Сельта Сосуна 3-0. В данный момент играет Барселона Леганес, идет второй тайм, каталонцы ведут 1-0. И завершится тур 20 февраля в понедельник матчем команд, который находится в нижней части таблицы Малага-Лас-Пальмас. Сразу же предлагаю посмотреть, когда же начнется 24-й тур. А он начнется 24 февраля. Лас-Пальмас и Реал Соседат открывают его. 25 февраля Алавес Валенция, Бетис Севилья, Леганес Депортиво, Эйбар Малага. 26 февраля Эспаньол играет Сососуной, Атлетика Мадрид, Барселона, очень интересный матч будет. Атлетика Бильбао Гранада, Спортинг Сельта и Вильяреал принимает Реал. В турнирной таблице Реал возглавляет испанский чемпионат, 52 очка и 2 игры в запасе. Пока Барселона играет свой матч, Севилья вышла на вторую строчку, 49 очков. Но в случае победы каталонцев они вернут себе второе место. И внизу турнирной таблицы на 20 месте Сосуна, у которой совсем дела плохи. Всего лишь 10 очков и что делать этой команде, дальше неизвестно. Ну и в конце выпуска посмотрим список лучших бомбардиров. Здесь Месси догоняет Суареса, у них по 18 забитых мячей. На третьем месте Роналду. Также рекомендую посмотреть ролик, посвященный Кубку Испании. Также не забывайте смотреть каждую неделю выпуски, посвященные испанскому футболу на канале Новости Спорта. А если этот выпуск вам понравился, был полезен и интересен, поставьте под ним класс, подписывайтесь на канал.